Вести Карачаева, Черкесия Вопрос обеспечения бесплатным горячим питанием в школах республики, а также строительство автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» обсудили в правительстве республики. Регион присоединился к акции «Тепло для героя», в рамках которой в республике проходит сбор теплых и вязаных вещей для военнослужащих. И магистран КЧГУ Марат Айбазов вошел в топ-50 амбассадоров страны. Далее об этих и других темах подробнее. Военнослужащие из Карачаева, Черкесии торжественно возвращаются домой. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным по поводу ротации военнослужащих из Карачаева, Черкесии в связи с выполнением боевых задач. В формате видеоконференции с Владимиром Владимировичем обсудили вопрос ротации военнослужащих для доукомплектации заслуженного отпуска. Наши ребята все это время с честью и доблестью отстаивают будущее России и ее жителей. Теперь пора им передохнуть, прокомментировал глава республики. Руководитель региона утвердил сводный план тушения лесных пожаров в республике. Документ устанавливает перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря на территории республики, а также перечень сил и средств, подразделений, пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. Подготовка к пожароопасному периоду начинается задолго до календарной весны. Контроль ведется в разрезе каждого муниципального образования. Карачаево-Черкесия вошла в перечень пилотных регионов новой всероссийской программы, которая призвана создать в стране настоящую экосистему по развитию молодежного предпринимательства. Участие в программе – это реальная возможность найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными бизнес-сообществами. Программа благоприятно повлияет на повышение компетенции и расширение возможностей для молодежи Карачаевой-Черкесии. Кроме того, ее участники получат доступ к образовательной платформе. Комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Следует обратить внимание на то, что та заявка, комплект документов, который был направлен для участия в конкурсе по определению пилотных регионов по реализации Всероссийской программы развития молодежного предпринимательства, программы и проекта Федерального агентства по делам молодежи, была признана одной из лучших. По количеству набранных баллов Карачаева-Черкесия вошла в топ-5. По качеству проработанности заявки, по качественно подготовленному комплекту документов. И мы очень рады тому, что нашу инициативу поддержали. В первую очередь мы выражаем свою благодарность главе Карачаева-Черкесской республики Рашиду Бориспиевичу Темрезову за то, что поддержал нашу инициативу по участию в данном конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин Республики – планы по автоматизации развития и дальнейшее развитие ПК «Безопасный город». Система 112 построена в 2018 году и введена в промышленную эксплуатацию на территории Республики в 2022 году. За весь период было принято более 1 миллиона вызовов. Вопросы обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, а также строительство автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» на установочном совещании обсудили в правительстве региона. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Максим Владимиров, председатель правительства Республики Мурат Аргунов и другие. Отмечено, что бесплатное горячее питание обучающихся в начальных классах организовано во всех школах. Всего питанием охвачено 25 223 ребенка, что составляет 100% от общего количества детей, подлежащих питанию, сказал Мурат Аргунов. Он также отметил, что на сегодняшний день все школы Республики вошли в федеральную автоматизированную мониторинговую систему питания. Кроме того, Карачаево-Черкесия является лидером в стране по числу обученных работников, ответственных за питание в школе. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачаево-Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? На эти и другие вопросы ответит начальник Центра поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии Беслан Карданов. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация. Все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть, мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Министр строительства ЖКХ Карачаева Черкесии Ринат Семенов в режиме видеоконференц-связи принял участие в совещании по вопросам организации и проблемным вопросам раздельного накопления и сбора отходов от населения в субъектах России, которое проводило руководство публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Ринат Семенов доложил о ходе процесса внедрения раздельного накопления отходов на территории региона. В 2021 году, благодаря поддержке Минприроды России, произведена закупка контейнеров для раздельного накопления. В прошлом году завершена работа по расстановке закупленных контейнеров на площадке в городах и районах республики. Обустроено 65 площадок в Черкесске-15, Хабезе-20 и Конхалке-30. Всего на территории республики имеется почти 2000 контейнерных площадок, на которых установлено 4440 контейнеров. Сотрудники мэрии Черкеска теперь смогут получать доступ ко всей входящей документации в режиме 24 на 7 по всей России. Применение электронной подписи позволит оперативно подписывать всю исходящую документацию, в результате чего документооборот не остановится ни на минуту. Им в помощь мобильные планшеты с установленной системой электронного документооборота дела, которые работают надежно и быстро. Более 7 миллиардов рублей получат регионы, победившие во Всероссийском конкурсе на создание комфортной городской среды. Карачаево-Черкесия вошла в число субъектов, представивших лучшие проекты в конкурсе на благоустройство общественных территорий. Всего дополнительные средства на строительство парков, аллеи и скверов получат 80 муниципалитетов из 48 регионов России. В 2023 году в республике начнется благоустройство парков в поселке Медногорском и Усть-Джигуте, а в региональной столице преобразятся сразу две общественные территории. Каскадная лестница в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и аллея пограничников на улице Даватора. 77 тысяч человек обслуживает сегодня черкесская городская поликлиника. Нагрузка серьезная, отсюда очереди в коридорах и проблемы с попаданием к врачу в назначенное время. Но все изменилось, когда у поликлиники появился в Черкесске еще один корпус. Построили его в северной части республиканской столицы, оборудовав по последнему слову медицинской науки и прикрепив к нему значительную часть пациентов. Информацию комментирует главный врач Черкесской городской поликлиники Зураб Гогушев. Мы не можем перезагружать участки, тогда мы получим по определенным участкам, по определенным врачам просто колоссальные очередя. Мы же избегаем в первую очередь эти очередя. Почему нам вообще нужно было это здание? Чтобы здесь мы не скапливали население, чтобы люди не сидели, не ждали часами в прямом смысле прием к терапевту. Чтобы помощь и плановая помощь необходимая населению оказывалась в кратчайшее время. Не затягивать это неделями, а по возможности в этот же день заявки или на следующий день мы могли это реализовывать. В связи с этим и были приняты все вот эти меры. Карачаево-Черкесия присоединилась к акции «Тепло для героя», в рамках которой в республике проходит сбор теплых вязаных вещей для военнослужащих. 600 комплектов термобелья, 400 балаклав и 100 пар носков отправили Северокавказская государственная академия и региональное отделение партии «Единая Россия». Теплые вещи предназначены военнослужащим из нашей республики. Часть теплого и ценного груза адресована военным 34-й мотострелковой бригады. Остальное уже в ближайшее время получат мобилизованные из Карачаевой-Черкесии, которые проходят службы в составе 100-й отдельной разведывательной бригады. К каждому комплекту учащейся академии приложили письма со словами поддержки. Это не первая акция «Единой России», в которой принимают участие коллектив и учащиеся академии. При содействии регионального отделения партии ВОЗ уже направил более 15 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса. На территории Карачаевой-Черкесии проходит всероссийская акция «Письмо солдату», приуроченная ко дню защитника Отечества, и продлится она до 28 февраля. В рамках акции дети пишут письма военнослужащим и участникам специальной военной операции со словами поддержки и поздравления с Днем защитника Отечества. Все письма будут доставлены в места дислокации военнослужащих. 16 февраля в Доме правительства Республики состоится очередная 45-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На рассмотрение утверждения парламентариев будет вынесен ряд законопроектов, в их числе о внесении изменений в региональные законы о республиканском материнском капитале при рождении, усыновлении четвертого ребенка или последующих детей и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, о социальной поддержке отдельных категорий ветеранов и другие. На 107% выполнен план по ремонту энергообъектов Карачаева-Черкесии. В прошлом году Россети Северный Кавказ направили на выполнение ремонтной программы филиала Карачаева-Черкеска Энерго 199 миллионов рублей. В течение года энергетики выполнили все запланированные работы по подготовке энергообъектов. На ряде питающих центров установлено новое оборудование. Государственная национальная библиотека Карачаева-Черкесии имени Халемат Байрамуковой готовится выпустить в свет обновленный справочник, рассказывающий практически обо всех литературных деятелях нашей малой родины. На 600 страницах уместились более 300 имен, начиная с народных певцов и сказителей дописьменного периода и заканчивая молодыми писателями. Прочитать книгу в электронном варианте можно будет в ближайшее время на официальном сайте библиотека09.ру. Об этом рассказала библиограф информационно-библиографического отдела библиотеки Талегюль Мижева. Были замечательные писатели в советские годы, которые внесли большой вклад в свою литературу, работали в редакциях газет, были членами Союза журналистов, но почему-то они либо сами не позаботились, не были членами Союза писателей СССР, потому что они действительно писали хорошо и оставили наследие прекрасное. Мы их тоже включили. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Музея Банка России подготовили уроки по истории денег древней монеты. Школьникам расскажут, как появились первые копейки, об исторических денежных реформах и их деятелях. Эксперты научат также расшифровывать чеканные рельефы на старинных монетах. Комментирует информацию помощник управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Магомед Биджиев. В прошедшем году в онлайн-уроках весенней и осенней сессии приняли участие почти 90% школ и колледжей Карачаево-Черкесии. Всего же учащиеся республики посмотрели вебинары Банка России более 70 тысяч раз. По сравнению с 2021 годом количество просмотров увеличилось как в школах, так и в колледжах на 4 и 6 тысяч соответственно. Подключиться к онлайн-урокам можно как классом или группой, так и индивидуально. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта www.dnitrfg.ru Всероссийский студенческий проект «Твой ход» запустил специальный марафон для амбассадоров. Амбассадоры – это лидеры студенческих сообществ, молодые ученые, лучшие представители творческой и спортивной молодежи со всей страны. Они прошли тщательный отбор и большую подготовку. Магистрант Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Марат Айбазов вошел в топ-50 амбассадоров конкурса. Сейчас Марат занимается деятельностью по привлечению новых участников. В эти дни в выставочном павильоне Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачаево-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями образом жизни и традициями народов республики. Каждый из этих экспонатов демонстрирует искусство местных мастеров, тонкий вкус носителей культуры, формируя поистине сокровищницу, благодаря которой мы можем сегодня познакомиться с богатым культурным наследием этих народов, отметила старший научный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ювелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца XIX – начала XX века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. В преддверии посевной кампании 2023 года Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает сельхозпредприятиям Карачаево-Черкесии о требованиях законодательства в области земельного надзора и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, комментирует информацию государственный инспектор управления Роман Сидых. В соседнем с Республикой Ставропольском крае фиксируются случаи массовой гибели диких животных на полях. Установлена прямая связь гибели животных с размещением приманочного материала для мышевидных грызунов. Фермеры размещали протравленные зерна на поверхности участков, что привело к экологической катастрофе. Приманочный материал необходимо размещать непосредственно в норы грызунов, это исключает его поедание нецелевыми видами животных. Также Управление Россельхознадзора обращает внимание, что к применению допустимы только те пестициды, которые входят в утвержденный Министерством сельского хозяйства государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. По требованию прокурора Зеленчукского района 17-летняя девушка обеспечена жизненно необходимым лекарственным препаратом. Взыскан даже моральный вред на несколько десятков тысяч. Рассказывает старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. В ходе проверки было установлено, что 17-летняя девушка страдает тяжелым заболеванием, относится к категории граждан ребенок-инвалид и имеет право на льготное получение жизненно необходимого лекарства. Однако региональным Министерством здравоохранения надлежащих мер для обеспечения несовершеннолетней необходимым лекарством принято не было. В связи с чем прокуратура обратилась в Черкесский городской суд с иском и потребовала бесперебойного обеспечения девушки необходимыми медикаментами. Судом заявление прокуратуры удовлетворено. После прокурорского вмешательства девушка обеспечена медицинским препаратом. Одновременно суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетней и ее законного представителя в размере 100 тысяч рублей. В Черкесске состоялись республиканские лично командные соревнования по стрельбе из пневматического оружия «Юный варшиловский стрелок» на кубок атамана Баталпашинского отдельского казачьего общества. В состязаниях принимали участие 12 команд в общей сложности 60 человек. Для ребят провели лекцию по указанию первой медицинской скорой помощи, затем состоялся любительский турнир по шахматам. Участники соревнований также написали поздравительные письма защитникам Отечества. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению Синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду, в горах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3, в горах местами до минус 9. В горах Карачаево-Черкесии лавина опасна. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 2 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!